Ей было всего 15, когда началась война. Курсы медсестер в Звенигороде два года на фронте. Участница Великой Отечественной Антонина Еловская и сейчас живет на своей малой родине в деревне Липки. В гостях у фронтовика побывал глава Одинцовского округа Андрей Иванов. По традиции не с пустыми руками. Мы вручим скромные подарки. Телевизор. Телефон с безлимитной связью. Сейчас волонтеры вам расскажут, как вы будете пользоваться. И холодильник. Спасибо, спасибо. Круто все. Низкий поклон вам и всем ветеранам за то, что вы сделали. Мобильный телефон с бесплатной безлимитной связью. Глава муниципалитета вручил Антонине Васильевне в рамках проекта «Мобильные бригады помощи», которая реализуется партией «Единая Россия» и «Волонтерами Победы». Платить не надо. «Единая Россия» будет пополнять счет. Там 5000 часов бесплатно. Они делятся помесячно. Нам единственное останется заполнить акт передачи. Я вам вставлю в сим-карту и покажу. Там включены номера волонтеров Победы, партии «Единая Россия», соцразвития и все необходимые – скорая, милиция. Акция «Мобильные бригады помощи» проходила в Московской области на протяжении августа. Телефоны с безлимитной связью получили все участники Великой Отечественной войны. Кроме того, шефство над ними взяли молодогвардейцы, волонтеры и депутаты «Единороссы». Евгения Августина, телекомпания «Одинцова».